Это элементарный принцип Ринка. Не надо мне рассказывать, что есть принципы Ринка. В Грузии то же самое было. В Грузии была одна компания, у которой были связи парламентами, министерствами. Она назначала главу ГОСОВ и администрации. И она была единственная. Она летала, и нам объясняли, что Ринка так и не позволяет. И в Грузию летало только 120 тысяч туристов. А когда мы Либерек зовут Либерек, зашло 20 других или 30, я вам не помню, компаний, на те же маршруты, кстати, билеты стали дешевле, а к нам стало летать 6 миллионов человек вместо 100 тысяч. То есть добавили сюда доходы на... Кто квартиру сдавал, кто гостинец устроил, кто ресторан и капсай строил и так далее. Сегодня мы этим решением реально число туристов, которые прилетят в Одессу, сократили в 2-3 раза. Это результат вашего решения, а не то, что ваши специалисты. Есть четкие правила мирового рынка. Есть конкуренция, потребитель выигрывает. Нет конкуренции, правительный потребитель выигрывает. Поэтому я считаю, что вы это приняли решение. Но я уверен, что очень скоро коррупционные связи, которым это решение продиктовано, я прямо вам скажу. Конкретно монополист, который контролирует. Потому что зарплату никто не получает. Зарплаты вы получаете от конкретных частных лиц. Какие у вас зарплаты? Извините, можно вас спросить? Сколько у вас зарплаты? На 5500. Сколько? 5500. Так, правильно. И вы на 5500 живете? У меня нет дроликсов. У меня часы... Мобилка... И на 5500 уже? Михаил, я вам показываю. У меня в мобилке 400 гривен. Сколько лет вы могли бы купить на 5500? А куда я летаю в последнее время? А куда я воде сплетал? И вы никуда не летаете даже? Дома сидите на запрошке ездите? Увы. На запрошке ездите? Увы, Михаил. Поэтому готов с вами спорить, готов с вами идти в суд и готов вам наказать. Тогда вот какие-то вы, у которого ничего нет. Надо помочь и понижать цены, чтобы с голоду не умерли, чтобы отдыхали, чтобы с своими детьми могли поехать. Вы живете на зарплатах? Если вы живете на зарплате, потому что это полное вранье. Тогда помнижайте цены, чтобы вы такие, как вы, не имущие, летали. Такие люди, как у меня, 5500. Давайте прекратим трех, давайте попробуем подать предмет. Давайте попробуем подать предмет. Я от человека, который только что, только что продал свою госслужбу на аллиграфическому интересу, только что, и реально отказал одесситам летать в три раза дешевле, я не буду принимать обвинение, что я трепаюсь. Я не трепаюсь. Так продаются государственные интересы в Украине во всех ваших учреждениях. Я трепаюсь. Вы все это время трепаетесь. Вы все это время дурите народ. Вы все это время издеваетесь над всеми. Нечего тут лыбиться. Вы это делаете. И мы положим этому конец. Нечего тут говорить о трепах. Я вам говорю, что только что вы продали государственный интерес, общественный интерес, интерес людей летать два-три раза дешевле, и поменяли его на аллиграфическое указание. Вы мне будете рассказывать, что вы ждите 5500? Не верю. Не верю. Нет, не верю. Потому что не верю. Потому что, потому что, потому что, потому что. Я прекрасно знаю, какие частные интересы оплачу. Михаил, секундочку. Я могу вставить хотя бы слова? Вы до стыки сегодня работаете? Я работаю по углу сутки. Поедете сегодня ко мне домой. У меня нет времени к вам домой. Я вам покажу, как я живу и где я живу. Если у вас есть интересы. Извините. Тогда я сегодня такой бескорыстный. Почему? Только что предали. Потому что. Примат закона. Нет. Законы не для олигархов. Законы для людей, которые готовят свои славы. Нет. Законы не для олигархов. Вы хотите доказать, что вы мужчина, и хотите показать, что те слова, которые вы говорите, правда. Едем ко мне домой сейчас. Еще раз. Не надо ваших слов сейчас. Только что. Вы продемонстрируете, чтобы наплевать на интересный народ. О каком вы доме разговариваете? Только что. Никакого закона тут нет. Вы только что могли. Либерализовать рынок. Завести другие компании. Создать прецедент. Создать прецедент. Что другие тоже могут летать. Не один. Как только один зайдет, пять других зайдут. Все будут соревноваться с ценами. Все будут соревноваться с обслуживанием. Я летаю на МАУ. Я знаю, как там обслуживать. Там нет обслуживания. Это максимум сто долларов даже летает. Только что вы создали прецедент. Что вы закрыли все основные дороги. То есть перекрыли кислород пассажирам. И вы мне будете рассказывать про свои эти. И это постой. Я думаю, что вашу комиссию. Честно говоря, вот эту комиссию. И тех людей. Честно говоря, если бы я лишал. Но я думаю, что народ это. Эту комиссию просто надо распустить. Я сейчас пойду к министру. Буду ставить эту. Просто у вас будет весь конференция. Мне нечего с вами спорить. С вами все ясно. Все ясно. С самого начала. С самого начала ясно было, что это комедия. С самого начала ясно было, что это комедия. Вот такой цифруда.